Время новостей в студии Дмитрия Дудко. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Севастополь для меня явился тем городом, который, как говорил Шукшин в Крыне Красной, шаркнул по душе. Новые назначения в правительстве. Кто теперь курирует земельные и имущественные вопросы и кто возглавил главное контрольное управление? Высота будет 2,10, а ширина метр семьдесят. Такую же конструкцию установят и с другой стороны пешеходного перехода. Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода начался возле остановки матрос Кошка. Какие работы запланированы и когда их завершат? Мне кажется, это просто потрясающее событие. Ничего подобного в новейшей истории не было. Мы открыли действительно потрясающее новое учреждение. В Севастопольской детской школе искусств дали старт первому учебному году. Как отпраздновали открытие уникального заведения и сколько ребят приступили к занятиям? Учитель – это очень важная часть общества, потому что если не будет учителей, мы будем безграмотные. День учителя. Советники по воспитанию. В севастопольских школах провели тематический урок в преддверии профессиональной даты. Какое место занимает профессия учителя в современном обществе и кто такие навигаторы детства? Футбольный клуб «Севастополь» уступил дружбе из Майкопа в очередном матче второй лиги России. Остались ли шансы у нашей команды попасть в тройку в своей группе? Губернатор Михаил Развожаев поручил усилить работу по информированию жителей об укрытиях и подготовке временных укрытий. Сейчас в городских учреждениях Севастополя разрабатывается план мероприятий на случай воздушной тревоги, чтобы действовать слаженно по инструкции и не растеряться. По словам заместителя губернатора Игоря Михеева, тренировочные мероприятия при сигнале воздушной тревоги в образовательных, спортивных и культурных учреждениях начали отрабатывать на прошлой неделе с четверга. При этом замгубернатора подчеркнул, что план действий к утвержденной инструкции для каждого учреждения разработан индивидуально, исходя из инфраструктуры. В каждом учреждении в индивидуальном порядке, в зависимости от категории учреждений, наличия или отсутствия заглубленных или временных помещений для укрытия, разработан план действий каждой организации в отдельности. В большинстве организаций этот план уже утвержден на конец недели. В ряде организаций он сейчас дорабатывается с учетом выезда специалистов в четверг-пятницу. Также совместно с департаментом общественной безопасности. Более того, инструкция утверждена тоже каждым департаментом совместно с директором общественной безопасности. Также ряд мероприятий провели в учреждениях здравоохранения. Там проверили работу системы оповещения, разработали инструкции и даже отработали действия на практике. Провели несколько учебных мероприятий. То есть полностью учебную тревогу объявляли, смотрели за действиями. Даже одно мероприятие лично участвовало, когда была боевая воздушная тревога, инфекционная больница, посмотрел, как там все это происходит. Есть понимание того, что у нас все коллективы готовы. Готовы коллективы там, где не стационары, там, где поликлиники, там, где соцзащита. Люди приходят и с детьми инвалидами. То есть мы сейчас отрабатываем, дорабатываем механизм тоже укрытия всех посетителей во всех заведениях. Евгений Сергеевич, мы с вами в выходные также с главами еще раз обсудили все проблемные вопросы. Сейчас без детализации просьбы по работе управляющих компаний, по тем вопросам, которые главы поднимали. Ну и, соответственно, они сами должны там, как мы договорились, еще удвоить активность, связанную именно с работой с людьми. Потому что все-таки я вижу сейчас, главный вопрос даже не в отсутствии там какой-то готовности, да, хотя это тоже, конечно, остается. Плюс не все еще везде идеально, но, во-первых, есть какие-то укрытия, про которые дополнительно никто не знал, которые можно довести до матча, подготовить, туда обеспечить диспетчеризацию. Значит, и плюс, соответственно, есть действительно там укрытия подвального типа, где надо там еще разобраться с самостроями, там, с этими стайками, клетушками, там и так далее, которыми уже, как правило, никто не пользуется много лет. Ну, тем не менее, там, надо эти вопросы урегулировать. Ну и при этом понятно, что самое главное, в том числе, это коммуникация с людьми. Это, конечно, главы, их первая очередь и первая задача. Но вы, соответственно, там оказываете именно организационную помощь. Потому что, что касается света, там, смены дверей, это, конечно, должны сделать управляющие компании. Там, привести в порядок, это, конечно, в том числе могут, я знаю, что такая, повсеместно-таки инициатива сейчас есть, просто людям надо помочь. В правительстве Севастополя новые назначения. Об изменениях на аппаратном совещании в понедельник сообщил губернатор Михаил Развожаев. У него появился новый заместитель Николай Николаевич Приставка, который на протяжении нескольких лет возглавлял в нашем городе управление Федеральной налоговой службы. Какие еще назначения произвел губернатор, расскажем в сюжете. Прямиком из Воронежа обратно в Севастополь. По такому маршруту последовал новый исполняющий обязанности заместителю губернатора города Николай Приставка. Михаил Развожаев пригласил его, чтобы курировать земельно-имущественный блок, в том числе вопрос выделения земельных участков участникам СВО. В ведении Приставки будут находиться Департамент имущественных и земельных отношений и Управление государственной регистрацией права и кадастра Севастополя. Николай Приставка стоял у истока встановления налоговой службы Севастополя в российском правовом поле. Всего же в налоговых органах РФ проработал более 30 лет. Его опыт, я уверен, поможет здесь все-таки, тем более, что он будет сосредоточен именно на этом направлении в короткие сроки. По крайней мере, приступить к тому, чтобы работа была более системной, более организованной и давала тот эффект, который ждут прежде всего граждане. Ну и, естественно, главная задача – это госуслуги, по которым динамика позитивная наметилась, но, тем не менее, мы должны сделать так, чтобы ни просрочек, ни понимания, ни пустых ответов вообще не было. Поэтому с сегодняшнего дня Николай Николаевич приступает к обязанностям. Ситуацию в Севастополе я всегда видел, понимал и следил, поскольку Севастополь для меня явился тем городом, который, как говорил Шукшин в Крыне Красной, шаркнул по душе. Поэтому я с удовольствием принял приглашение Михаила Владимировича поработать в его команде. Он мне предложил должность заместителя губернатора. Я согласился. Я буду изучать состояние дел и только после этого буду принимать уже какие-то решения. Могу только сказать, что, безусловно, буду работать в тесном взаимодействии с законодательным собранием, с органами федеральной исполнительной власти. Как раз булок земельных вопросов к Николаю приставки перешел от Максима Жукалова, но он остается в роли исполняющего обязанности заместителя губернатора. При этом его зоны ответственности по-прежнему будут архитектура, градостроительство и охрана культурного наследия. Главная задача для Максима Жукалова сейчас, которую на него возложил губернатор, – генплан города. Алексей Краснокутский назначен директором Департамента общественной безопасности. На этой должности он сменил Михаила Савчина, который ранее убыл в Москву. Станислав Таматаев отбрасывает приставку его и становится директором Департамента транспорта Севастополя. В этом ведомстве работает с 2021 года. Продолжит заниматься вопросами развития дорожной сети. Еще одно назначение касается главного контрольного управления. Его возглавил Игорь Емельянов. Игорь Владимирович достаточно долго и успешно трудился в органах прокуратуры Севастополя. Знает ситуацию. Уверен, что на этом направлении сможет принести существенный эффект в нашу общую работу. О исполняющем обязанности директора Департамента капстроя стал Иван Погодин. Ранее руководил единой дирекцией капитального строительства. Приоритетная задача, которую поставил перед ним губернатор – реализация проектов ФЦП. Коллеги, всем желаю успешной работы. Сейчас непростое время. Дополнительные новые задачи у нас постоянно возникают. Тем более, так сказать, сосредоточенно и концентрированно мы должны работать. Поэтому еще раз всех поздравляю с новыми назначениями. И желаю вам, так сказать, максимально без раскачки приступить к исполнению новых обязанностей. Также стало известно, что директор Департамента культуры Анжела Сумакова стала членом правительства города. Святослав Данилов, Сергей Катеренко, Новости Севастополя. У остановки «Матрос-кошка» на улице Героев Севастополя начался капитальный ремонт подземного пешеходного перехода. По контракту завершить работы подрядчик должен до конца 2024 года. На время работы переход полностью закроют. Какую альтернативу сделали для пешеходов, расскажет Святослав Данилов. Подготовительные работы уже начались. Скоро этот пешеходный переход, которым пользуются сотни людей, ежедневно полностью закроют. Но уже есть альтернатива. Непосредственно рядом с самой остановкой «Матрос-кошка» установили светофор, новые дорожные знаки и нанесли разметку для пешеходного перехода. На время капремонта люди будут переходить дорогу по земле, а не под ней, как это было раньше всегда. Выполнены мероприятия по организации дорожного движения. По огораживанию мест производства работ. Прошу также заметить, что общественный транспорт и гражданский транспорт будут ходить в том же режиме. То есть перекрываться движение не будет. Высадка, посадка пассажиров также будет осуществляться практически в тех же местах. Этот пешеходный переход был построен еще в 80-е годы прошлого века, то есть около 40 лет назад. За это время ремонта здесь не было ни разу. Местные жители долгое время обращались с просьбой, наконец, отремонтировать переход. Дело в том, что он не оборудован пандусами для маломобильных групп населения и мам с колясками. А прохождение здесь вечером и ночью часто превращалось в опасное приключение. По многочисленным обращениям граждан и с нами был обследован подземный пешеходный переход, он уже не удовлетворял безопасности его эксплуатации. В прошлом году мы выполнили работы по проектированию капитального ремонта подземника, прошли государственную экспертизу, получили положительное заключение. В настоящее время приступили к работам. Сделаны полностью новые перекрытия, у нас где региля входные группы, будут плиты перекрытия заменены на новые, на действующие будут усилены инновационными составами, методом инъектирования. А еще при выполнении капремонта обязательно учтут пожелания и возможности маломобильных граждан. Старые лестничные исходы здесь поменяют, новые ступеньки будут оборудованы из инновационных материалов. Кроме того, здесь установят лифт для маломобильных граждан, его высота будет 2,10, а ширина метр семьдесят. Такую же конструкцию установят и с другой стороны пешеходного перехода. Такие технологии уже зарекомендовали себя на материке. Поменяют здесь и покрытие, и тоже с использованием инновационных материалов. Ступеньки, естественно, будут обновлять на всех четырех лестничных исходах. Кроме того, сами проходы станут шире на 80 сантиметров. Это сделают для того, чтобы отдельно оборудовать пандусы для мам с колясками. В общем, спускаться удобно будет абсолютно всем. Ну а поскольку ремонт капитальный, здесь еще и обустроят водоотводные лотки с дождеприемной решеткой для отвода поверхностных вод, а также переустроят сети водоснабжения. То же самое ожидает сети связи и контактную сеть троллейбусов. А еще, наконец-то, переходить дорогу под землей будет светло. Здесь установят освещение как на входных группах, так и в самом тоннеле. Его длина чуть больше 20 метров. Завершить работы по контракту должны 20 ноября 2024 года, но подрядчик надеется справиться значительно раньше. Я думаю, к сезону мы это все закончим, все это сделаем и запустим в объект эксплуатации. Капитальный ремонт этого пешеходного перехода выполняют по госпрограмме. А в департаменте транспорта, напомнили, по городу продолжается ремонт дорожных участков по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего на 2023 год было запланировано более 200 участков. Сейчас уже выполнено 150. В высокой степени готовности еще 20. И, как заверяют специалисты, план на этот год будет выполнен полностью. Причем уже в ноябре. Святослав Данилов, Михаил Волобуев. Новости Севастополя. Севастопольская детская школа искусств отпраздновала начало учебного года. Для учащихся нового образовательного учреждения впервые прозвучал звонок на урок. Как отмечали открытие уникальной школы искусства и сколько ребят приступили к занятиям, расскажет Владислав Ивенин. На торжественной линейке тысячи ребят. Юные таланты встречают новый учебный год. Эти мальчишки и девчонки точно знают, через что нужно пройти, чтобы достичь желаемых результатов. За спиной творческих ребят череда упорных тренировок, репетиций, поиск вдохновения и конкурсные испытания. В историческом отборе в детскую школу искусств в этом году поучаствовали около двух с половиной тысяч детей. Но лишь только 660 из них смогли осуществить свою мечту и приобщиться к прекрасному миру искусства. Ничего подобного в новейшей истории не было. Мы открыли действительно потрясающее новое учреждение. Это городская детская школа искусств. Фонд «Моя история» полностью, как и планировалось, передал городу. Сегодня это городское учреждение культуры. Но оно, конечно, городское, тем не менее, имеет такую широкую федеральную поддержку. У нас школа Владимира Львовича Машкова взялась курировать театральное направление. Мы об этом договорились с ним во время гастролей театра в Херсонесе в Севастополе. Поэтому я, несмотря на то, что школа городская, она уже известна во всей стране. В сердцах юных талантов Севастополя зарождается новая частица искусства. На площади перед уникальным образовательным центром ребята празднуют своеобразный день знаний. Юные таланты вместе с родителями встречают начало первого учебного года в детской школе искусств. В преддверии этого праздника народный артист России Илья Резник и севастопольский композитор Александр Батрак написали гимн учебного заведения. И, как отмечают авторы, он обязательно станет одним из главных символов детской школы искусств. Я думаю, что школа искусств будет очень близка нам. Я думаю, что у нас будут встречи. Может быть, у меня мастер-классы здесь будут какие-нибудь. Просто уверен. Потому что мне интересно самому услышать, узнать, о чем они думают и как они двигаются вперед, совершенствуются. У них будет эта благословенная творческая жизнь. Это можно только завидовать, но это счастье. Но, несмотря на праздничную атмосферу, уроки никто не отменял. Сразу же после линейки ребята начинают учиться. У нас с вами сегодня самый первый урок интересного музыкального предмета. А урок так же называется «Сайфеджио». Первое занятие для тех, кто выбрал хоровое пение, начинается с изучения звуков и музыкальных нот. Такой урок, по словам преподавателя, дает ребятам сразу понять, что пение – это не просто искусство, а скорее полноценная наука. Ее основы закладывают уже на первом уроке. Педагог, который нас сейчас учит, он мне уже тоже понравился. Мне вообще все занятия очень сильно нравятся. Я люблю изучать ноты и музыку. Мне это все очень нравится. Ну и вообще я люблю музыкальные инструменты, играть на них и все такое. Дети, которые сидят здесь в классе, это дети, которые получили наивысшие баллы. Поэтому, естественно, они все обладают хорошими данными. И мы будем дальше их развивать, учить, совершенствовать, чтобы у нас здесь появился концертный хор города-героя Севастополя. Детский концертный хор. Такая представлена перед нами задача. Поэтому дети здесь, и мы здесь, и будем над этим работать. Для удобства учащихся в школе искусств организовали как утренние, так и вечерние группы. Занятия будут проходить ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. От года к году количество наших учащихся будет увеличиваться. Сейчас ведь мы набрали только первоклассников. В следующем году они переходят во второй класс. И мы опять ждем первоклассников и так далее. То есть планируется, что к концу, к 25-му году, это будет где-то полторы тысячи учащихся. Севастопольская детская школа искусств поистине уникальна. Ведь здание школы – это настоящее произведение искусства, в стенах которого рождается детское творчество. Именно поэтому учебное заведение участвует в большом интерактивном голосовании на федеральном портале. Поддержать детскую школу искусств можно на сайте достижения.рф. Ваш голос поможет рассказать об уникальном образовательном учреждении Севастополя на всю Россию. Владислав Ивенин, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. Разговоры о важном традиционно открывают начало каждой учебной недели. В преддверии Дня Учителя, который в нашей стране отметят 5 октября, в севастопольских школах и учреждениях среднего профессионального образования провели тематический урок. Его посвятили нашим учителям, педагогам и наставникам. О том, какое место занимает эта профессия в современном обществе и кто такие навигаторы детства – в нашем следующем сюжете. Торжественный вынос государственного флага, его поднятие под хоровое исполнение гимна страны и гимна Севастополя. Так во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования нашего города начинается каждая учебная неделя. Сразу за этим ребят ждет тематический урок из цикла «Разговоры о важном». Разговоры о важном и торжественные линейки – это придают нам именно посыл для работы школьников. Разговоры о важном не просто разговоры. Там идут беседы, мероприятия, там игры проходят. А это память, а это повышение грамотности наших детей, это повышение знаний. Начало этой учебной недели открывает важный разговор о профессии педагога. Тема урока посвящена предстоящему профессиональному празднику – Дню Учителя, который в нашей стране ежегодно отмечают 5 октября. Во время учебного занятия ребята шестого класса размышляют о том, каким должен быть педагог. И самая главная цель учителя русского языка – учить детей чему? Увязать и так. Грамотно, правильно. Школьникам рассказывают о роли педагога в современном обществе, о том, как важно ценить и уважать учительский труд. Не так давно в системе образования появилась еще одна профессия – советник директора по воспитанию. С его деятельностью также знакомят детей. Я буду ребятам помогать развивать себя как личность и выбрать свое направление по душе. Важность учителей – то, что никакой компьютер и никакая техника не заменит настоящего учителя, живого человека. И эта профессия будет через долгие годы также востребована. Этот разговор о важном прошел в формате беседы с использованием разработанных к уроку видеороликов. Такая подача – наиболее продуктивная для взаимодействия и располагающая к усвоению важного, уверяют опытные педагоги. Разговор, чтобы дети могли сказать свое мнение, высказать, поделиться своими впечатлениями – в такой достаточно непринужденной форме, но не больше раскрываются на таких занятиях. Когда на уроке горят глазки, ты понимаешь, что, наверное, жизнь прожит не зря. То есть их ответ, в первую очередь их желание узнать, желание выполнить задание, ну и горящие глаза. Это вот самое главное. Насколько важна профессия учителя, понимают даже юные школьники. Труд педагога – это труд на благо Родины, делятся ребята. Учителю отведена важная роль в формировании сознания будущего поколения и процветания нашей страны. Учитель – это очень важная часть общества, потому что, если не будет учителей, мы будем безграмотные. Ну, учители важны. Я буду поздравлять всех учителей, потому что я им очень сильно благодарен. Ну, они мне дают базовые знания. Разговор о важном – это беседы о семье, стране, традициях, ценностях и знаменитых людях России. Знать все это со школьной скамьи важно для формирования патриотического сознания подрастающего поколения. Ирина Варава, Андрей Тымчук, Новости Севастополя. Субботник, посвященный Дню пожилого человека, провели в нашем городе. Его организовали севастопольские ветераны зенитно-ракетных войск. К работе подключили и школьников. Какую территорию привели в порядок, расскажем в сюжете. Один из лучших, а главное, доступных способов признаться нашему городу в любви – сделать его чище. Найти единомышленников, собрать их, организовать субботник на уборку территории. Возле памятника курсантам училища береговой обороны пришли люди разных возрастов. Но объединяет их общая цель принести пользу нашему городу-герою и, конечно, сохранить историческую память. Дружную и слаженную команду на субботник собрали ветераны-зенитчики-ракетчики, грабли и лопаты. В руки взяли представители старшего поколения, а также дети и подростки – ученики 26, 28 и 42 севастопольских школ. Привести в порядок участок возле памятного места для молодежи – особая честь. Возможность проникнуться легендарной историей города, в котором живут и подрастают. Я уважаю героев Великой Отечественной войны и буду всегда хранить память о Великой Отечественной войне. Я живу тут недалеко. Хочу, чтобы этот памятник был всегда чистым и таким же оставался красивым. Наш класс уже третий год подряд приезжает на субботник к этому памятнику. Мы убираемся с нашими товарищами-ветеранами ПВО. Нам нравится очищать памятники. Это хорошее дело. Мы гордимся этим. Мы очень любим наш город и всегда будем заботиться о нем, чтобы он был в чистоте. О подвигах курсантов ВМУ школьникам рассказывают взрослые. Герои Великой Отечественной войны, сильные духом, стойкие, беззаветно любящие родину, готовые сражаться за нее до конца. Их примеру сегодня следуют современники, защитники нашей страны, участники спецоперации. 30 октября 1941 года курсантов построили всех на плацу в училище. Был сформирован батальон курсантский и выдали каждому курсанту по карабину, по две гранаты, ящик патронов на четырех человек. И они пешком совершили марш и первыми вступили в бой с частями севастопольского гарнизона, держали оборону города до прибытия приморской армии. Это место связано именно с началом героической обороны города Севастополя. И в 1975 году ветераны, курсанты училища береговой обороны установили этот памятник. Рисковать собой не раз приходилось и самим ракетчикам-зенитчикам-организаторам субботника. Среди них участники войн во Вьетнаме и Афганистане, боевых действий в Сирии. Есть и те, кто побывал на СВО. В региональной ветеранской организации сейчас 220 человек. Важнейшая задача – патриотическое воспитание молодого поколения. В этом году ветераны провели урок мужества, посвященный Дню войск противовоздушной обороны. Мы также пригласили 6-ю школу, 11-ю школу, 26-ю, 28-ю, 42-ю школу. Субботник мы проводим уже третий год подряд. Субботник также посвятили Дню пожилого человека, который принято отмечать 1 октября. Одна из главных целей – привить детям любовь к труду, чтобы и сами не ленились, и старшим помогали. К памятнику курсантам в ближайшее время вернуться еще раз, побелить бордюры, покрасить скамейки. Завершить все работы хотят до 30 октября, чтобы к годовщине начала второй героической обороны Севастополя все было готово. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя. Футбольный клуб «Севастополь» уступил дружбе из Майкопа со счетом 0-1. Гостевая игра для подопечных Станислава Гудикевича проходила в рамках 12-го тура «Леон» – первенства России среди команд второй лиги в дивизионе «Б». Остались ли шансы у нашей команды попасть в заветную тройку в своей подгруппе? Расскажет Святослав Данилов. Игра первого круга, которая проходила между этими командами в Севастополе, завершилась со счетом 0-0. Но тот факт, что голкипера Севастополя Рамзана Мутусканова можно смело признать лучшим игроком того матча, говорит о том, что даже в гостях майкопчане играли с позицией силы. Интересно, что есть показатель, в котором дружба уникальна в нашей стране. Это единственная в России команда, которая входит в первую тройку в турнирной таблице с отрицательной разницей забитых пропущенных голов. В первом тайме игры 12-го тура пару раз ближе к тому, чтобы открыть счет были именно подопечные Станислава Гудзикевича. На 12-й минуте после паса Александра Боленцева мастер дальних ударов Александр Смирнов приложился издали метров с 25, но его красивый крученый удар цели немного не достиг. Хороший шанс забить у Смирнова был и в конце первого тайма, но с его ударом справился голкипер Дружбы Тамерлан Качиров. А вот во второй половине хозяева встречи резко активизировались. На 52-й минуте майкопчане провели единственный гол в этой игре. Потрясающим по силе и красоте ударом со штрафного капитан Дружбы Аскер Делок поразил ворота Севастополя. А спустя всего несколько минут игрок Дружбы Алихан Малкандуев едва не удвоил перевес майкопчан. В этом эпизоде великолепно на выходе сыграл наш голкипер Ростислав Тыщенко. К сожалению, в оставшееся время ни единой опасной возможности отыграться у Севастополя не было. 1-0, Дружба побеждает, а Севастополь практически лишается шансов на попадание в первую тройку в своей подгруппе. В итоге мы пропустили гол, мы не остановились, мы продолжали играть, но команда села в оборону соперника и мы больше были в позиционной атаке. Это не простой элемент футболе, я думаю, что это один из самых сложных. В целом, если брать по игре, то я считаю, что мы незаслуженно проиграли, но это футбол и я поздравляю соперника с победой. Что бросилось в глаза, команда Дружба хотела победить сегодня намного сильнее, чем мы. Однозначно, это командная работа, это командная победа. Кого-то выделять из футболиста, наверное, было бы неправильно. Я считаю, что все футболисты, которые были сегодня на футбольном поле, все выложились на максимуме. И поэтому мы, я думаю, заслужили эту победу. Поэтому хочу поздравить наших болельщиков, хочу поздравить руководство клуба с этой победой. В других матчах 12-го тура лидер нашей подгруппы Кубань-Холдинг в дерби команд из Коснодарского края одержал дома непростую победу 2-1 в матче с биологом Новокубанск. А Ялтинский Рубин также на домашней арене уверенно разобрался с худшей командой подгруппы Ставропольским Динамо 2-0. Тройка клубов, которая продолжит борьбу за выход в группу Серебро в дивизионе А второй лиги, уже почти определилась. Это Кубань-Холдинг, Майкопская Дружба и Ялтинский Рубин. Футбольный клуб «Севастополь», который идёт на пятом месте, имеет только теоретические шансы зацепиться за эту тройку. Подопечным Станислава Гудзикевича мало того, что необходимо побеждать в оставшихся двух играх, так ещё и надеяться, что Рубин и Дружба дважды проиграют. Написать этот невероятный сценарий «Севастополь» попробует уже в следующем туре. Болельщиков ожидает Крымское дерби. Наша команда в субботу 7 октября на родном стадионе примет Ялтинский Рубин. Начал игры в 16 часов. Севастопольское телевидение покажет встречу в прямом эфире. Все на футбол. Болеть за наших. Святослав Данилов, новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды. 3 октября в Севастополе облачно с прояснениями. Температура воздуха днём плюс 21, ночью плюс 15. Ветер переменный, преимущественно северный, с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление повышено, а влажность в пределах нормы. Температура воды у берегов Севастополя плюс 21 градус. И на этом наш выпуск завершён. В студии работал Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова